Не многие согласятся, но я более чем убежден, что последнее обновление отсылается к PS. Это не самое что ни на есть возвращение к истокам, но тем не менее попытка приблизиться к тому, что был раньше непосредственно в серии про Evolution Soccer. Это касается как игрового процесса, так и постепенного возвращения к оффлайн режимам. Конечно, это далеко не тот режим, о котором все ждали и о котором все просили, но тем не менее он также вносит разнообразие в игру. Речь идет об онлайн товарищеских матчах с реальными составами и с реальными командами. Казалось бы, что в нем такого интересного и при чем здесь возвращение к PS? Об этом и предлагаю поговорить, потому что это стало одним большим сюрпризом для меня. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подпиской на канал, если вы здесь впервые. Ну а мы начинаем. Вне зависимости от того, как я назову по итогу этот ролик и вне зависимости от того, что я скажу во время этого ролика, не подумайте, что это один большой кликбейт. Потому что все, что я скажу далее, это на самом деле и вправду искреннее впечатление и этот онлайн режим оставил на самом деле приятные и несгладимые впечатления. Если кто не верит, может глянуть запись нашего стрима. Там я в принципе об этом также говорил. Но это все предисловие. Что же по конкретике? Речь идет об онлайн товарищеских матчах с реальными составами, с реальными командами, которые появились после обновления 2.4.0. Еще когда их только добавили в день обновления, многие задавались вопросом, а зачем и для кого? И на самом деле этот вопрос более чем справедливый, потому что и вправду, кому нужны подобные товарищеские матчи? Но с другой стороны, этот режим непосредственно позволяет ознакомиться как можно большему количеству людей с оффлайн геймплеем в eFootball 2023. Потому что, как я неоднократно повторял ранее, геймплей Dream Team и геймплей оффлайн матчей в eFootball это совершенно разные геймплеи. И по сути, этот режим позволяет убить двух зайцев сразу, поиграть по сети с любым из желающих пользователей и попробовать оффлайн геймплей, не утруждая себя матчем с искусственным интеллектом, с которым играть очень даже легко. Сюда же прибавляем тот факт, что после обновления геймплей претерпел некоторые изменения, и претерпел, как по мне, изменения в лучшую сторону. Обзор на него на канале был не так давно, подсказка выглянула в правом верхнем углу и ссылка в описании. И если геймплей в Dream Team достаточно быстрый, резкий и кому-то подобное не нравится, то в оффлайне же геймплей и его темп намного медленнее, намного приземленнее, точно так же как и движение футболистов. Здесь игроки не носятся по всему полю и позволяют себе ошибаться во время игрового процесса намного чаще и намного больше, нежели в Dream Team. И это в лишний раз создает впечатление, что ты играешь и наблюдаешь реальный матч, потому что от ошибок в футболе никто не застрахован. И по сути вы их также наблюдаете непосредственно в eFootball, когда например отдаете сильную передачу, а игрок либо не успевает на нее, либо пытается обработать, но от него отскакивает мяч. Или просто вы резко нажимаете передачу и игрок не успев сориентироваться, отдает какую-то непонятную передачу. На словах кажется, что все так же происходит и в Dream Team, но это по сути гандикапные условности. Здесь же это скорее результат того, как складывается матч и что происходит в той или иной ситуации. В этом вся большая разница. И поэтому, когда я опробовал этот режим с одним из зрителей на нашем стриме, я остался под таким впечатлением, что серьезно, я был готов весь стрим проиграть только в этом режиме. Потому что как бы мы все с вами не осознавали, насколько хороший и возможно неплохой геймплей в офлайне, мало кто решился бы его заценить, играя против компьютера. Здесь же у вас есть возможность испытать себя, испытать соперника, реального соперника в условиях офлайн геймплея, который, опять же, в очередной раз повторяюсь, сильно отличается от того, что присутствует в Dream Team. Поэтому я настоятельно рекомендую всем попробовать этот режим и поиграть друг с другом. Где вы можете это сделать? Ну, например, в нашем телеграм-канале, где присутствует соответствующий чат и вы можете отыскать игроков. Ссылка в описании. И после того, как я заценил этот геймплей и, в принципе, против реального соперника, я остался приятно удивлен и в лишний раз убедился, что когда появятся офлайн режимы в eFootball, условная карьера или просто какие-нибудь турниры, играть их с нынешним геймплеем будет очень даже увлекательно. И вопрос об остальной увлекательности касаемо того же режима зависит только от разработчиков, потому что геймплей этому способствует. Осталось наполнить режимы чем-нибудь интересным, чтобы могло протянуть внимание игроков. Но это вопрос уже другой. Поэтому, подводя итоги, я в лишний раз рекомендую вам заценить этот режим, поскольку он позволяет взглянуть на игровой процесс eFootball 2023 под другим углом. На самом деле, очень даже приятно. Ну, а если вы уже опробовали, не забывайте делиться своим мнением в комментариях под этим роликом. Мне правда очень интересно узнать, что вы думаете на этот счет. На этом же наше видео подходит к концу, не забывайте поддерживать его своими лайками, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые. Ну и про наши соцсети тоже не забывайте. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok